Постоянное разочарование от проделанной работы. Долги копятся, их становится все больше и больше. Тебе кажется, что ты вообще ничего не успеваешь. Все идет не по плану, и ты ничего не можешь контролировать. И от этого ты никак не можешь избавиться. Отсюда дизмораль, плохое настроение. Нежелание продолжать, может быть, даже готовиться, потому что ты не понимаешь, как все это можно успеть. И ты себя этим мучаешь, мучаешь. Ты постоянно себя за это упрекаешь, что ты не успел что-то сделать. И ты все время сам у себя плохой. Брат, но это не так. Из этого состояния нужно срочно выходить. Мало того, тебе может казаться, что ты один такой, и только у тебя все только так. Ты думаешь, как же? Я же вот читаю в чатах, они все успевают. Брат, они успевают, и бог с ними. Как они это успевают, как они до этого учились, мы не знаем. И люди все разные, у каждого разные моральные и физические возможности. Ты думаешь, ты один такой, у тебя только эти проблемы, и ты уже даже сомневаешься, можешь ли ты выполнить поставленную перед собой задачу, круто сдать ЕГЭ и поступить ввозь мечты. Так вот смотри, таких как ты, ребят, их тысяча, у больше чем половины ребят при подготовке, особенно на старте, возникают те же самые ощущения. Я думаю, что ты мог здесь себя узнать. Конечно, есть те, кто посмотрит этот ролик и скажет, нет, это не про меня, у меня все ништяк. Но куча тех, ребят, кому это близко, откуда все это берется? Смотри, в первую очередь это берется из неправильно поставленных задач на определенный период времени. Неправильно спланировал задачи на день, неправильно спланировал задачи на неделю. И из неправильно сформированных ожиданий. Что я имею в виду? Ты взял и спланировал, что завтра ты должен сделать задачу раз, два, три, десять, пятьсот, семьсот, есть же тысячу, миллион. Ты начинаешь с утра их делать, ты заряженный, ты делаешь первую, вторую, третью, вроде все делаешь. Проходит день, ты вечером садишься, смотришь и такой, почему осталось еще тысяча семьсот пятьдесят три задачи? Я же сделал сто двадцать семь. И думаешь, вот я человек нехороший, я уже отстаю от плана. Братан, нельзя сделать все за один день. Так не бывает. Мало того, такая проблема есть даже у меня. У меня тоже длиннющий список дел на неделю, на месяц или даже на каждый день. Я его делаю, 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 делаю. У меня была такая проблема. И потом в конце дня такой, пу-пу-пу, я сделал половину списка, а кто будет делать еще вторую половину? Но правда в том, что весь этот список дел нельзя было здесь сделать за один день. Невозможно. Понимаешь? Вот в чем смысл. И я в какой-то момент это осознал. Что нужно себя похвалить за то, что ты сделал, а не наругать за то, что ты не сделал, если ты действительно работал. Понятно, что если ты вообще просто ничего не делал и не прикладывал усилий, то, ну, как бы сам виноват. Но может быть ты зато отдохнул и потом все это дело разнесешь. Хвали себя за то, что ты сделал. А не за то, что ты не успел сделать, потому что это просто было невозможно. Ставь правильно себе задачи на день. То есть реально оценивай свои возможности. Вот сколько ты можешь выполнить. И тогда все станет по кайфу. Мало того, вот оцени сколько ты реально способен выполнить. Ты уже это примерно понимаешь. Потому что уже там сентябрь к концу подходит. И поставь план себе даже чуть меньше. Ты его выполнишь, ты уже будешь доволен. Ты скажешь, а я езжу, я все это сделал. Вот. А если еще чуть-чуть больше даже плана выполнишь, вообще кайф. Ты красавчик. И тогда у тебя попадет постоянное вот это чувство фрустрации, дизморали, вот этого негатива. Потому что если ты будешь находиться в нем постоянно, ты не сможешь готовиться. То есть ты даже если будешь стараться успевать делать больше в таком стрессе, ты просто выгоришь через 2-3 месяца. И все. А мы с тобой бежим долгую дистанцию. Нам еще с тобой до мая бежать, до конца. И там уничтожать ЕГЭ. Поэтому поставь реальные планы на каждый день, на неделю, на месяц. И двигайся постепенно, сохраняя крутое моральное и физическое состояние. И тогда в долгую концу мая ты победишь. А те ребята, кто этого не сделают, сгорят уже к ноябрю или к декабрю. И дальше вот график подготовки будет такой. Даже если он в начале будет вот такой, то к декабрю он будет вот такой и будет идти там. И это будет большая проблема. Поэтому хвалите себя за проделанную работу. И не ругайте за то, что вы не успели сделать, потому что просто этого не могли сделать. И ставьте правильно свои задачи. И все у вас получится. Увидимся. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok